Соединенные Штаты не станут отправлять чиновников и дипломатов на предстоящие Олимпийские игры в Пекине из-за ситуации в области прав человека в Китае. Об этом сообщили в Белом доме и Госдепартаменте. Мы не станем направлять дипломатов на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине из-за преступлений против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека в Китае. Конечно, это никак не влияет на нашу поддержку команды США. Мы будем болеть за них. Но присутствие наших дипломатов показало бы, что ничего необычного не происходит, хотя игры идут на фоне непрекращающихся зверств, преступлений против человечности и геноцида. Пресс-секретарь Белого дома Джан Псаки заявила, что дипломатический бойкот посылает четкий сигнал и при этом не мешает американским спортсменам, которые годами готовились к этим играм. Государственный секретарь Антони Блинкин заявил, что Соединенные Штаты консультировались союзниками по общему подходу к Пекинской Олимпиаде. Пока не ясны, многие ли последуют, к примеру, США. Австралия и Япония сейчас решают, что делать. Новая Зеландия своих дипломатов посылать на игры не будет, но и из-за коронавируса. Посольство Китая в Вашингтоне назвало бойкот манипуляцией, поскольку политикам из США не было направлено никаких приглашений. А в Пекине объявили действия властей Соединенных Штатов лицемерием. Американские политики продолжают раздувать шумиху вокруг дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Они выдают желаемое за действительное, играют на публику и занимаются политическими манипуляциями. Это серьёзное осквернение духа Олимпийской хартии, чистая провокация и серьёзное оскорбление всех китайцев. Подобные шаги позволят китайскому народу и людям во всём мире увидеть лицемерие американских политиков. В Международном Олимпийском комитете приветствовали решение США. В ведомстве объяснили, что устраивает дипломатический бойкот, но отправляя на игры спортсменов, Вашингтон показывает, что Олимпиада вне политики.